Безусловно, это отразится на российско-армянских отношениях не лучшим образом, но пока что можно сказать, что армянское руководство движется в сторону Запада, но из российской сферы влияния еще не ушло. Поэтому оно допускает шаги, подобные тому, который был осуществлен сегодня, а именно отказ от учения его ДКБ. Но при этом из состава организации договора о коллективной безопасности все-таки Армения не выходит. Но, наверное, подобные шаги приближают выход Армении из этого пакта, из этой организации, ровно как и из других организаций, что приведет Армению к краху экономическому и военному. Когда это наступит, сказать сложно. Возможно, в Армении возобладают здравые силы, которые эти процессы приостановят. Время пока еще есть. Реакция России, естественно, сдержанная. Ну, или никакая. Это, в принципе, то же самое. В этом смысле, как бы, Россия может отреагировать какими-нибудь заявлениями, там, скажем, сожаления, высказать сожаления. Высказать, осторожно высказать свое неудовольствие поведением руководства Армении. Высказать в совокупности с тем, что, собственно, я и сказал, что Армения может такими шагами привести свое, собственно, государство к сложностям, к конфликту, к конфронтации, к использованию другими государствами и так далее. Но, в основном, Россия примет какие-то меры тогда, когда Армения, собственно, совершит окончательные шаги, выйдет из этих организаций, направит письма о выходе, скажем, из УДКБ, из ЕАЭС и так далее. После этого автоматически последует, например, закрытие рынков, товарных, трудовых. Но это вопросы будущего. Пока что нет формальных решений. Это все на уровне, понимаете, вот пощечин, плевков в сторону России. Вот, дескать, мы такие смелые, вот мы плюемся в сторону России. Вот мы не будем принимать участие в УДКБ.